Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня будет очень приятный вечер. Не знаю, как для вас, для меня совершенно точно. Потому что, во-первых, закончена большая работа. Мы записали новый арбом «Театр». И, как всякому артисту, всегда кажется, что следующая его работа лучше предыдущих. И что вот этой своей работой он уже, наконец, раздвинул все рамки и уже стал каким-то совсем другим. И что эта работа открывает вообще новые горизонты в жанре и так далее. Спросите у любого автора-исполнителя, он вам подробно это скажет. Мне в данном случае ничего этого не кажется, потому что все оно так и есть. Дорогие друзья, вы поздравите меня с действием, который для меня очень важен и который, мне кажется, очень хорошим. И сегодня на этой сцене вместе со мной будут выступать люди, которых я безмерно уважаю, которым я многим обязана. Они участвовали в создании этой работы, и они сегодня пришли меня поздравить. Это тоже мне несказанная работа. Я хочу пригласить на эту сцену двух человек, прежде всего. Людей, которым я обязана практически всем. Что со мной сейчас происходит. Это Евгений Быков, прежде всего. И Дмитрий Земский. Евгений Бороджировщик. Дмитрий Земский, звукорежиссер. Альбом «Азиатр». И мы споем заглавную песню сначала. Заглавную песню, которую сочинили Сергей Никитин и Дмитрий Сухарев. Она называется «За фортуной» и, конечно, посвящена людям этой нелегкой, неблагодарной профессии, актерам. Хотя диск «Театр» называется, скорее всего, так не в связи с госучреждением, где актеры получают зарплату, и не в связи с зданием, в котором актеры работают. Скорее всего, нет театров в каком-то, знаете, таком шекспировском смысле. Весь мир театр. Вот есть пролог. Завязка, кульминация и развязка У любой судьбы С «За фортуной» На дороге, на зарожье, Мурава да лебеда. Едем, едем за фортуной, На тереге сковорожьей. Не рассказывай, порожье, Что дорога никуда, А что, да ведь чего, Что никуда ведет дорога, А мы будем, будем, будем Комедию младить. А вы хотите, не хотите, А вы дохочите немного, И как миленькие будете Комедии внимать. Мастер, Нас жутовские, Борили ж темледы, Но за румяными Скрыты чпоты мудреца, Вам ли не вернуть, Что спятые маме плеты, Так же не вечно, Как раздутые ветры мудреца, А что, да ничего. Но не навек ради Бога, А мы будем, будем, будем Комедию лаван, Где вы хотите, не хотите, А пока хотите немного, И как миленькие будете Комедии внимать. Мастер, Ваш рыжий барик, Посиделый на вылет, Ваши репризы, Уже не смешны никому, Все мальники, К нам и с топлёй Подавились, Все коломбишки, Камы, Вечную тьму, А что, да ничего, Да ведь и нам не виновь срок, А мы будем, будем, будем Комедию лаван, Где вы хотите, не хотите, А пока хотите немного, И как миленькие будете Комедии внимать. На дороге, На заросшем, Мураво, До лебеда, Едем, едем, За воду на вере, На теряги, С комарошьей, Нерассказанной, Хорошей, Что дорога никуда. Моросит, На берегоне, Город скрылся Вдалеке, Едем, едем, За фортуной, В разукрашенном Пургоне, И легкие, И легкие кони Будто едут Належке, И легкие, Лихие кони, Будто едут Належке. А сейчас я хочу пригласить сюда, к этому микрофону, автора этих дивных строк, которые сейчас прозвучали, выдающегося поэта, моего друга, я смею надеяться, и актерского сына, Дмитрий Анатольевич Шукой. Я вот попросил разрешения у леди Олега моей прочитать стихотворение, которое называется так же, как ее диск. Оно называется театр. Но тут есть одна загвоздка. Надо объяснить место и время действия, что ли. Ее маленькое предисловие, скажет, «Деточка, ничего, что я так сильно заданно к вам стоял? Да, вот так мне будет комфортно». Так вот, дело в том, что в Москве среди многих прочих журналов выходит толстый журнал под названием «Россия в глобальной политике». У этого толстого журнала есть главный редактор, политолог Федор Лукьянов, такой красивый богатырь типа Илья Муральц или Добрый Никитичи с бородой, блондин. И вот на одной такой второстепенной тусовке подходит ко мне главный редактор этого журнала и говорит, «Дмитрий Антонович, я должен передать вам привет от своей мамы». Я говорю, «Спасибо, кто же ваша мама?» Он говорит, «Марина Лукьянова». Ой. Я был влюблен в эту Марину, когда учился в восьмом классе. А папа ее, дедушка Федора Лукьянова был главным герой-любовным к театру революции, за кулисами которого мы с Мариной росли во время войны. И все вот... Там великая актриса в это время была Марина Бабанова, и во всех спектаклях, где Марина Ивановна играла главную женскую роль, Александр Павлович Лукьянов был ее партнером. Если она была Джульетта, он был Ромео. Если она была Арбузовской тайной, он был Герман. Если собака на сене, то он был Теодора. А моя мама была... играла служанку графини и Александр Павлович за ней приударялась в рамках этого спектакля. И Мария Ивановна очень злилась на Теодора. Я столько раз невольно замечала, как Теодора мил, красив, умен. О, если бы он знатным был рожден, то я бы его иначе привлечал. Я знал все ее спектакли, все ее песни. И вот до того, как я влюбился в Марину Лукьянову, это было в восьмом классе, я в четыре года был влюблен в Марии Ивановой Попановой. То есть в четыре по восьмом классе. И вот теперь я объяснил ситуацию и могу читать на конце стихотворения театра. Теперь уж поздно влюбляться заново В нелепость жеста и пыль кулис Моей актрисой Была Бабанова. Теперь уж поздно менять актрис. Влюбленный отрок В года невинности Я рос за сценой. Теперь я стар, Теперь я знаю, что значит вынести свой крест и возраст и долг и дар. Я видел львицу металл кусавшую. Ей править миром хватало сил. Она царила и часто с Сашей была жестока. Он все сносил. Как прост и важен был жест Лукьянова. Когда Ромео спускался в склеп его Катурны бесили главного. А я не видел, что он нелеп. Люблю Катурны. Хитон обтреплется, а мы Катурны возьмем слова. Театр нелепость, стихи нелепятся и жизнь нелепа. И тем права. Спасибо. Я прошу прощения из моего режиссера, что я буду петь все-таки в этот микрофон, потому что это оказывается удобно. Нет, звукорежиссер требует, чтобы я брала свой микрофон, потому что остальные они взрываются просто от моего голоса. хорошо. Виктор Антонович. Все получилось? Да. Сейчас пока раз-раз включился. Мы споем сейчас песню вместе. Вы готовы, да? Мы споем песню, которая должна была войти в этот диск просто и по праву рождения, и по теме, но не вошла, потому что мы не сумели ее записать должным образом. И сегодня наверное в этом концерте прозвучит не одна такая песня, которую будем читать не из невошедшего. Это те же авторы, что их предыдущие песни? Да, пожалуйста. Музыка церквича. Это какой-то пролог к сегодняшнему речи. Пленительная пыль кулис Струится за сцены Пленительная целе слов «обес» Щекочет слух В руч Чездой И снова свет погас, и снова вне облёт стены, и снова бенефис. Соединяет нас актёр, актёр, борода и клей, Что автору бумага он выдал битвол старолей, Он сто страстей изобразил, но есть в любом из нас И нежность, и отвага, они не напоказ, они не реквизит. То ли магнитом насеком моим, то ли нечистый глазник, То ли нам хлорок пою в утробу бросла власть, то есть сладость или сладость. Актёрское житьё-бытьё достойно лучшим домом, Актёру перемыть бельём умеет вся и любовь. А мы пронежь собой, лишь люди и неволны, И молча сносит боль. Актёры меж собой, и радуемся мы когда В актёрском нашем круге внезапно взойдёт звезда, И нас сжигать начнёт сердца, Какая мне беда, Мы мир, победы, ступи, И это навсегда, И это до конца. То ли магнитом насеком моим, То ли нечистый глазник, То ли нам хморовою в утробу бросла Власть, то есть сладость, ремесла, И летний предыдущий глазник, Влезда, Игорь Негода Игорь Негода Представляйте нашу работу. Песенка, которую мы сейчас поем, уже довольно известно. Поем мы ее довольно давно. И в интернете она распространена достаточно широко. Это песня, которую сочинил наш большой друг Владимир Васильев из города Харькова. В данном случае он выступил как композитор и сочинил песню на стихи известного нашего поэта, прозаика, публициста и куманиста, и гражданина Дмитрия Быкова. Песня называется «Стрекоза и муравей». Да, подлый муравей, пойду и попляшу, и больше ни о чем тебя не попрошу. На стеклах медвы играет мертвый глянц, зима скопала пруд, Вот и снег пошел, смотри, как я пляшу, последний стрекозел. Смотрю, родина на мой, прощальный танец. Ах, были времена под каждым мне листком, Был столик, квасочки и чайник со свистком, И радужный огонь, расистого напитка, Мне только то и впрок, в обители мирской, Что добывается не модом и доской, А только из милости, задан от избытка. Закрызли все цветы, ветра сошли с ума, Все, у кого был дом, попрятались в домах. Загрянные ровы соломинки таскают мышки, Способные к работе и борьбе, Умеем лишь просить, пусть и меня к себе, И гордо подыхать. Когда нас не пускают, Когда я пронючу в раю, Где пляши души нет, Веселый рой теней, Ты ползешь ко мне, Худой мозолистый урю, Большой рот и с завистью следя, Воздушный мой прыжок, Попросишь стрекоза, Пусти меня в кружок, А я тебе скажу, Пойди-ка, поработай. А тема насекомых на нашем альбоме продолжает Сергей Труханов, Выдающийся композитор, автор песни «Божья коровка». Сережа, просим. Добрый вечер. Ну вот я хочу поздравить Лиду, Женю с этим событием в виде диска. Я так представляю, Сколько это всего потребовало каких-то фантазии, Терпения, труда, сил, Ну и всего остального, Музыкальных каких-то качеств И пацанских в том числе. И песня, которая на диске присутствует, Поется она, правда, таким ангельским голосом, Такой ангельской совершенно аранжировкой. Ну, вы, дорогие друзья, запомните ее такой, Эту песню. Да, называется «Божья коровка». Стихи Ольги Нечаевой. В кулаке шевелится, щекочет, Жесткими над крыльями погодит, В темноте мечтает о свободе, И привыкнуть к тесноте и не хочет. Ах ты, насекомое создание, Маленькая жизнь, ну что ли тиже, Подношу ладонку вам поближе, Вормочу смешно без заклинанья. «Божья коровка» улетит на небо, Принесит мне хлеба, А вот счастье попросить неловко. Как она рванет во все опорки, В чистом небе легкой точкой станет, Не заметит, как меня обманет, Не пришлет в мире горелой горки. Нет ни крошки, но осталось это Затяжное выцветшее лето, Подружок шаглиствует над головою, Речь под ноги высышит другою. Подружок шаглиствует над головою, Речь под ноги высышит другою. Субтитры создавал DimaTorzok А вот в Аризоне тоже думали, что гроза А потом посреди пустыни приземлились, как мне сказали Странные человечки, у которых одни глаза А рта никакого нет, они говорят, глаза А как же они живут, они не умеют жить Умеют, наверное, плакать, потому что глаза-то есть А в общем, годятся только кузнечиков-сторожики Хочешь, я посажу в саду марсианский мох Кто говорит о любви, о любви нельзя говорить Мне бы хотелось что-нибудь красивое и подарить Но все, что было красиво, ему же подарил Бог А вот в Аризоне тоже сначала думали, что гроза А потом посреди пустыни приземлились, как мне сказали Странные человечки, у которых одни глаза А рта никакого нет, они говорят, глаза А рта никакого нет, они не умеют есть А как же они живут, они умеют жить Умеют, наверное, плакать, потому что глаза-то есть А в общем, годятся только кузнечики-сторожики Субтитры создавал DimaTorzok А мы сейчас с Евгением Николаевичем поделимся с вами творческими планами Дело в том, что мы сейчас работаем над следующим диском Здесь мы всегда заканчиваем один, начинаем другой И пишем его лет пять потом Так вот, давным-давно мы уже работаем над диском 15 песен Владимира Васильева И мы вам сейчас их споем Потому что это много времени не займет Не переживайте Володя Васильев отличается тем, что у него Песни секунд по 20 длительностью Вот, и мы успеем спеть довольно много сегодня Но мы споем вам сейчас Во-первых, два романса Два романса Владимир Васильев Владимир Васильев Пожалуйста, спасибо Вечером вы ожидали полковника Гром доносился военных музык Выдвинул челюсть помот на полковноты Высунув платье в обряды язык Сердце моё в объятья сладкий Разум в объятья того, что не мило Двинул ящик божественной пяткой Лязгнул повод И язык прищебил Под вечер предвкушали водку Два утомлённых скрипача Брели вонючую селёдку За хвост колючей плача Селёдка головой мотала И губы на бок своротив Романс не громко напевал Перевирая чуть мотив О, Боже, как же я забыла И дали воли ночи, вон Но тут ей пылью рот забила И дали боль Ничего Ничего Он может сейчас явить миру всё, что угодно Понимаете, да? Ты же сказала уже, о чём пойдёт речь Поэтому я вас предупредил А я когда вступлю, вы не пугайтесь Потому что я сам боюсь Очень трогательная песня Называется она... она без названия Корабли на плечах Ржанеют распячем Белошвейки Белошвейки Царяны Рыбачки Горизонт Никого В направлении Песчаных Барханов Мимо них Пронеслось Стадо диких Мужланов Гейкей Тваком Резким Ботом Густым Перегав Гнус ударила Девы Воскликнули Срам Нам подобных сокровищ Не надо И да И пошли По пескам По следам И еще одна песня о любви Это сказка, сочиненная Володей Васильевым Называется она «Царевна лягушка» Из лягушки она превращалась в девушку Он не доцеловал Кожа у нее теперь зеленоватая Глаза чуть на выкате, а так ничего Ты не печалься, царевича бабушка Говорит ему девушка Это ничего, что спина у меня пупырчет Зато ноги прыгучие Эх, не доцеловал А мы продолжаем представлять на этой сцене людей, которые имеют самое непосредственное отношение к созданию диска Я хочу пригласить сюда, к этому микрофону Участника творческого объединения «Лаконост» Поэта Ольгу Нечаеву Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер Я также присоединюсь ко всем поздравлениям с выходом этого диска Поздравляю Гиду, Женю и нас всех Вот, сейчас я прочту несколько стихотворений Про Божию коровку вы уже слышали, но читать не буду Хотя, честно говоря, я написала в разе одного слова, которое там есть Так вот Сергей его не поет А прочитайте текст, пожалуйста Нет, это будет такая интрига А, понятно Я поняла, к чему натиху Так Стихи сейчас будут Трудно выбрать, правда? Да, это всегда очень сложно В общем, немного Не удержать в себе имени и судьбы Все протекает сквозь жадное решетон Что же теперь жалеть, если бы это кобы? Вот, а выходит, все как-то не так, не то Чувствуешь, как следит неутомимый глаз Слышишь небесный хор Или вороний грей Кто-то сближает нас Соединяет нас Кто-то сшивает нас Наскро через край Пятками по стеклу Игловой облет Только прорваться сквозь Выйти на белый свет Кто же сшивает нас? Ты погляди Снует по божьей руке Игла Только вот нитки нет Нет ничего, что можно потерять Нет ничего, что можно обрести Бесплодной жизни век не вековать Измятыми бумагами трясти Читать чужие дивные слова Считать ворон в облезлых небесах Прислушиваться, как растет трава Но слышать только тиканье в часах Течет вода меж пальцев так легко Не замечая никаких полотен Подумаешь, до смерти далеко Но смерть одна И ты совсем один Потеряна, посеяна В пыли не вырастет Не обретешь Назад Все вышли Утонули в корабли Остался длинный перечень Утрат Они со мной говорят На незнакомом языке Они выходят на парад Сжимают дудочку в руке Они со мной говорят Но я не знаю их пароль Я отвечаю не в попад Я не выиграла себе эту роль Пустое небо надо мной Закручивается в спираль Автомобильчик заводной Уехал в сказочную даль Там хорошо Там виноград Растет А то и апельсин Они со мной говорят А я не отвечаю им Спасибо большое Прежде чем представить Следующего участника Творческого объединения Уконост Мы представим вам Дивный музыкальный инструмент Который сейчас находится В руках Бога Николаевича И надо сказать Что вот эта вот маленькая штучка Она определила Пару лет назад Когда попала в руки К мастеру Она определила Какое-то даже направление Какое-то дальнейшее Существование нашего коллектива Потому что сейчас На этом Этот дивный звук Он сопровождает нас В каждой нашей работе В том числе В том числе И записи диска То есть вы Услышите Голос укулеле Практически в каждой песне Потому что Когда-то Давным-давно Ну, два года назад Евгений Николаевич Именно вот этот инструмент Который сейчас У него в руках Он его Отобрал Отнял Силой взял Отобрал он его У Варвары Мещук Это жена Вадима Леонидовича Мещука У Варе был день рождения Друзья подарили ей укулеле Хотели пошутить Но шутка Не удалась На этот же день рождения К сожалению Был приглашен Евгений Николаевич И он отобрал У Варе Укулеле И с тех пор Не расстается с ним Ни днем Ни ночью Я так предполагаю Что Вся эта пламенная речь Была к тому Что если вы вдруг Кому-то хотите Подарить укулеле На день рождения Будьте осторожны Бдительны Не приглашайте меня Или вообще Любой другой Музыкальный инструмент Потому что Все началось с укулеле А потом как-то Понеслась Какие-то Разные формы И величины Гитарки Дудочки Ударные Всяческие инструменты Так вот Евгений Николаевич Давайте представим Нашим Дорогим зрителям Ваш инструмент Песней По всем его масштабе Еще хочется сказать Да Песней Михаила Щербакова Вы знаете Диск Театр Который мы сегодня Представляем Он уникален Он абсолютно Для нас уникален Потому что В нем нет Ни одной Песни Михаила Щербакова Вот в зале Раздался Довольный смех Ну наконец-то Знаете Когда я Михаилу Константиновичу Вручала Диск театра Сказала Вот видите Тут ни одной Вашей песни нет Он сказал Ох надо же Мне бы так Я ему тут же Предложила Когда говорю Давайте запишем Вам исполнительский диск Вот все Обхохочутся Он сказал Что подумает В общем Но если В концерте Не прозвучить Ни одной песни Щербакова Это будет Конечно Совсем Уже Нелепица Какая-то Поэтому Все-таки Мы одно Вам споем Поскольку В этом Инструменте Нам почудилось Что-то Итальянское То мы И приспособили Его первым Делом К песне Михаила Щербакова На музыку Не народу Песня называется «Память у всех» Что в чужом краю Что мочем На высоком Небосводе Не увидишь Там мазок Да и кто Их видел Впрочем При какой Такой Погоде Счастье Каприз Надай Тревожный А жизнь Она и вовсе Одна Второй Не будет Рим С собой Взять Не можно Помаять Пока что Возле Папа Римский Не осудит Рим И пломбир Папа Купи С изюма И направься Вновь 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 Продолжен Ах Эти башни Глаза Серьезными Слои Моргают Так Прелестно Мы Умрем Чёрт Пас С нами А вот Что случится С ними Совершенно Неизвестно На скаминке Венесар Сною Античного Забора Не забудь, что ехать скорой бесед не проводи Что там завтра архитектуры, синьорина Что за фортом, синьор Не твоя печаль, приятель, погулять, проходи Свой черед коснется слуха Тот сигнал волторный строгий Что вязать велит пожитки Не пирать тебе, не пуха, да не перед дорогой Влажный рассвет тебя разбудит Партия ключами щелкнет А дальше как придется Жизнь одна, второй не будет Но пока волторно смокнет, колокольчик распоется Жизнь одна, второй не будет Но пока волторно смокнет, колокольчик распоется Аплодисменты Евгений Николаевич, давайте исполним с вами венесуэльский вальс, который олицетворяет собой не только прекрасную музыку, но и иллюстрирует многообразие живых форм в природе. Евгений Николаевич 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 Ваши глаза, нет никаких планов, Но звонят какие-нибудь хорошие люди, Предлагают опять провести время вместе. И так каждый день открываешь глаза, Все заливает светом, никаких забот Не видно на горизонте. И выходит, что выходит сегодня праздник, И так каждый день хорошо сидим, Хорошо мы проводим время, Так легко и просто, раскованно и приятно. Соберешь стекло, потом отстираешь пятна, И так каждый день. А по ночам прилетает комар за кровью, И бутылка тихо склоняется к изголовью, Но уже давно ничто не вредит здоровью, И так каждый день. И так каждый день. И вот Новый год. И так каждый день. Олег Северн, на самом деле не вставайте, пожалуйста. Браво! А мы вставайте, пожалуйста. Вставайте. Вас стоят. Вы хотите стоят? Хорошо. Да, 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 конечно. Это мы сейчас вот на «Вы». На самом деле мы на «Ты» давно уже. Вот, а сейчас мы споем вам произведение, Которое вошло в наш альбом. Одно из моих любимых. Мне просто очень хочется спеть до этого с Алексеем Тимотковым. Я знаю, что ничего хорошего из этого не выйдет. Назначный, я гранирую. Но тем не менее, я не могу упустить такой уникальный случай. Во-первых, вообще увидеть Тимоткова на сцене, это надо постараться, вам повезло, вы очень везучие люди. А сейчас мы исполним произведение, которое называется «Колыбельное». И вы все снятие. Только то, что приснится, только тем и питаться, Никуда не стремиться, Ни за что не держаться. Волны летнего сноя, Хлопья белого снега, Это все для покоя, Это все для ночлега. Расшнуровывай кеды, Распрягай к леснице, Не нужны мне победы, Кроме той, что приснится, Там, за улицей Мальтуле, За последней надеждой, Тень оставлю на стуле, Ряду снятой одеждой. Уходите на реки, Погасите светильник, Опустите мне веки, И не ставьте пудильник, Я проснусь на рассвете В одноместной палате На далекой планете На широкой кровати На далекой планете На широкой кровати На широкой кровати На нашем новом альбоме Есть песни не только о смерти, Но и о любви. И сейчас мы вам споем Пару песен о любви. Но я забыла, Какие мы собирались Спеть песни. Можно я посмотрю в программу? Я долгое время работал С Толей Киреевым, А он такой большой любитель Таких подвижных песен. И программу концерта Мы тоже всегда готовили заранее, Она вот здесь на листочке лежала. Но однажды он так разошелся, И решил отступить от программы, И говорит мне, Говорит, давай вот эту сыграли И начинает Я не угадал, Говорит, а ладно, тогда вот эту Мы сейчас споем вам песню, Которая очень неожиданно звучит, Вообще неожиданно была взята На нами когда-то давно В репертуар эта песня принадлежит Перу советских авторов Алексею Фатьянову, Выдающемуся поэту, И Борису Краусову, Выдающемуся композитору. Эта песенка из кинофильма Святая песенка из кинофильма Святая песенка из кинофильма Пойте вместе со мной. На крыле лечке вдвоем, Каждый вечер вдвоем, Мы по долгу стоим, Остаться не можем на миг. До свидания скажу, Возвращусь и хожу, До рассвета хожу, И по милых окошек твоих, И сады, и поля, И цветы, и земля, И глаза голубые, Такие родные твои, Ни от солнечков дней, Ни от теплых лучей, Расцветают от нашей Горячей и светлой любви. Если надо пройти Все дороги, пути, Те, что к счастью ведут, Я пройду, мне их век не забыть. Я люблю тебя так, Что не сможешь никак, Ты меня никогда, никогда, никогда Разлюбить. В этой песне, конечно, очень много вопросов, Потому что всегда первая из них, Почему, откуда вообще Алексей Фатьянов, Профессиональный поэт, блестящий мастер, Вдруг сочинил какую-то абракадабру, Какий-то набор несогласованных Приложений, Я люблю тебя так, что не сможешь никак, Ты меня никогда разлюбить. Я долго над этим думала, И вот поняла, что Алексей Фатьянов Сочинил мантру, Он сочинил заклинания, Которые все, если вы заметили, Вы сами за собой заметили, Что вы сейчас его стали повторять вслух, Это заклинания, которые непроизвольно Все повторяют и притягивают любовь Таким образом. А вот кто еще мастер сочинять мантры про любовь, Так это Лена Казанцева. А укулейку возьмите, пожалуйста. Сейчас мы еще одну песенку споем, Которая вошла в наш альбом. Но пока Игорь Николаевич настраивает Капризный инструмент укулеля, Я вам расскажу про Лену Казанцеву. Елена Казанцева — это удающийся русский поэт Из города Минска. Она очень правдивый художник. Она пишет только то, что с ней на самом деле было. Например, когда ее спрашивают, Почему, Лена, у тебя в твоей знаменитой песне Я скучаю на матрасе лежа? Не Сережа, как было бы в рифме, А Алеша. Она говорит, потому что Алеша был. И возразить ей нечего. Однажды Лена была проездом из Самары в Минск У меня в гостях. Она ночевала на свежекупленном надувном матрасе необыкновенной красоты. Утром она проснулась и потребовала листик и ручку. У меня из листиков в доме нашлась только обрывок из тетрадки в клеточку, На которой была расчерчена пуля. Мы играли в преферанс вечером. И, значит, перевернула я эту пулю и дала ручку. И она абсолютно ровным, круглым, почерком, без единой помарки Вывела следующее стихотворение. Эпиграф. Твой матрас меня потряс. Матрасы в творчестве Лены играют большую роль. А дальше стихотворение, которое прославило меня в веках, Потому что вот я благодаря Лене вошла в историю русской литературы, Поскольку она меликий поэт. Лида купила двуспальный матрас, чтобы поехать на юг. С этим матрасом уедет от нас верный и преданный друг. Если тихонечко этот матрас гвоздиком ночью проткнуть, Может, она не уедет от нас, Может, захочет вернуть этот матрас навсегда в магазин, Пусть принимают с дольем. Где-то на юге заплачет грузин, так и не встретив ее. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Этот обыгран, Листочка в 97-м году, Исписанный божественным нашим поэтом, У меня в рамочке сейчас хранится дома, И я надеюсь, когда-нибудь его продать. Дорога. А сейчас Елена Казанцева. Песня о любви. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А извозчик в тупе и варенках Погоняет лихого коня Я любила из старых маких Но никто не полюбит меня Я тоскую одна, одненка Догорают в окне небеса На извозчике едет Лешенька У него голубые глаза На извозчике едет Лешенька У него голубые глаза У меня много смех З Snyk Щека